Всем привет! Давайте еще разберем кое-что, что можно делать в The Brush. Сейчас я вам объясню, как работать с кистью. Сейчас я вам скажу, как она называется. Откроем сферу. Давайте вытянем ее вот так вот. Нажмем Edit. И войдем в вкладку Brush. Откроем на перо MMMB Parts. Вот эту вот. Откроем ее. И что теперь делаем? Как быстро создать с помощью этой кисти персонаж? Давайте теперь наведем на нашу сферу. Или можно здесь. Нажмем кнопку M. Вот такое дело у нас высвечивается. Головы, торс, губы, руки, ноги. И давайте теперь посмотрим, как это все работает. Давайте соберем персонаж мужской. Нажмем тело. И вот так вот вытянем его. Что у нас получается? У нас получается тело. Сзади у нас сфера выделена темным цветом. Теперь, чтобы дальше продолжать нашу работу, нам нужно убрать эту сферу. Что для этого мы делаем? Для этого мы жмем Ctrl. Ctrl Shift. И вот так вот выделяем наш объект. Сфера исчезает. Следом мы заходим в геометрии. Находим уже знакомую кнопку Modify Topology. И жмем Delphine. Все. Этой сферы здесь больше не будет. Мы ее удалили. Теперь продолжаем работу. Давайте опять нажмем нашу кисть. И теперь нажмем M. Клавиша M есть. Она здесь может нажиматься. Вот так вот. Чтобы туда не обращаться. Быстрый доступ. И давайте теперь добавим руки. Ну, выберем, допустим, вот эти. И теперь мы их чуть-чуть приближаем к телу. Так вот. И вытягиваем. Вот у нас получается одна рука. Нам нужно их две. Что мы для этого делаем. Эту руку мы уберем. Нажимаем клавишу Ctrl Z. Зайдем в трансформацию, как всегда. И нажмем эту ось X. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот у нас две появилось точки. Опять жмем M. Нажимаем опять наши руки. И опять же их вытягиваем. Вот так они получились. Теперь мы клавиши Move. Давайте их передвинем. Вот так мы их сделаем. Вот такое у нас получается. И клавиши Ротация. Вот так чуть-чуть их вытянем. И немножко давайте их развернем. Вот так поставим. И немножко вот так подкорректируем. Теперь мы их давайте разведем. Опять же клавиши Move. Вот так. Вот они срослись у нас. Нам это конечно не надо. Давайте вернемся немножко. И попробуем еще разок их вот так вот сделать. И ротации чуть уведем вбок. Вот так. И немножко выкрутим. Вот так вот у нас получится. Включаем клавишу Move опять. И присоединяем. Руки у нас получились чуть больше. Давайте мы их теперь уменьшим. Вот так. Подгоним к телу. Приблизительно. Вот такое что-то у нас получается. И вот так вот поставим. Близко ставить к телу не надо. Вот где-то вот. Вот так. Чтобы они сильно не соприкасались. Вот так у нас получается. И теперь давайте нажмем на пустом месте. Выделение снимем два раза. Вот руки у нас срослись. Вы видите. Вот такая полигональная сетка у нас выходит. Потом мы можем подкорректировать. Здесь вот она не состыковалась правильно. Все это потом можно будет переделать. Давайте теперь что сделаем. Добавим теперь ноги. Опять нажимаем клавишу M. Переключаемся. Давайте опять на нашу кисть. Нажимаем клавишу M. Выбираем ноги. Вот эти давайте возьмем. И вот так мы их вытянем. Опять же теперь поработаем с ротацией. И опять же клавиши M. Чуть-чуть их объединим. Еще немного ротации. И опять клавиши M. Просто подводим к телу. Давайте теперь посмотрим что у нас с ногами. Уменьшим немножко их размер. Вот так вот. Вот так чуть-чуть их выкрутим. И опять нажмем Ctrl два раза. Вот так они у нас срослись. Немного кривовато. Давайте отменим это действие. И чуть-чуть их подведем. Чуть подальше. Вот так вот отведем. И ротации чуть-чуть. Вот так вот. Где-то. Ага. Вот так. Опять включим ротацию. И немножко их вот тут вот так соединим. Опять нажимаем два раза Ctrl. Объединяем. Все. Потом мы это доделаем. Увеличим кое-что в размере. Кое-что уменьшим. Подкрутим. И теперь давайте добавим голову. Выберем голову. Без разницы какую. Давайте вот эту. Отключим симметрию. И вот так вот ее вытянем. Вот такой человек у нас получился. Немного не пропорционален, конечно. Сейчас давайте подкорректируем. Вот так сделаем. Введем голову. Посадим. И немножко голову давайте уменьшим. Вот так. Близко опять же не надо сажать близко к телу. Очень она соединится, голова. И давайте опять снимем два раза выделение. Вот что-то такое у нас получается. Теперь можно это все загладить. кое-где подкорректировать. Давайте теперь посмотрим. Вот у нас целый саптул оказался. Получился. И давайте теперь возьмем включим мов и клавиши мов уменьшив модель немножко подкорректируем ее. Вот так. вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так у нас получается... Мы уже знаем почему это правильно... Это у нас выходит потому что она... Низкополигональная... Полигоны у нас добавляются Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D И вот Человек становится Более-менее Уже Вот такими полигонами Полигоны мы можем Объединить, сделать Едиными Заходим В геометри Нажимаем Так Заходим в саптулы Заходим в геометри Находим Кнопку Dynamesh Чуть прибавим резолюции Жмем Dynamesh И у нас получаются Единые полигоны Теперь Мы опять добавляем Дивайдов И вот такая моделька У нас человека Получается С которой мы можем Работать Все Всем пока До свидания Тренируйтесь Смотрите Тренируйтесь До свидания До свидания Продолжение следует...